Так, друзья, значит, вот эти вот засранцы, сейчас я вот подъеду, стояли и ждали, когда фура проедет, а вот мы сейчас водителю поможем. А ты, Шевченко, покажи мне посвящение свое. Братуха, пока ничего не показываю, пока ничего не показываю, они стояли на заправке, я сейчас тебе помогу, понял? Ну, не надо мне помогать, я знаю, что я не кусаюсь. Послушай, я тебя прошу, не делай. Ну, давай, чтобы мы не ссорили. Давайте, не ссоримся, ссоримся, я не дам. Покажи мне. Я вам не дам снимать на камеру, я вам показываю. Ты случайно не с ГУНП пришел? Да. Ты случайно не с ГУНП пришел? Да, случайно. Да, я ознакомлю. Ознакомлю. Не провоцирую, да, я ознакомлю. Ну, а чем я вас провоцирую? Шевченко Максим Олексеевич. Так. 0-1-0-1-45-09. Соответственно. Можно ваша? Да. Да. А скажите, пожалуйста, надо было специально стоять на заправке и ждать, пока фура проедет? Да, если специально стоять. Да я за вами стоял на заправке. Вы не видели, что перед нами был еще один экипаж? Я говорю. С которым мы общались. Вы видели? Экипаж уехал буквально через 2 минуты до фуры. Не, вы за фурой поехали, он еще впрыгнул в машину и погнали вы. Кто он? Он не вывозил. Пересмотрите видео, если вы изначально сына. Так номер не пройдет. Скажи мне, пожалуйста, сегодня подъезжал адвокат и ты его культурно послал куда-то подальше. Он мне сейчас видео еще скинет, я тебе послушаю. Это не знакомый, это адвокат. Алексей Михайлов. Адвокат. На BMW белой. На BMW белой. Можно службово посвященную? Ну, пойдем. Это, ну, вот это специально для вас. Для меня это очень важно. Но для меня нет. Да, я знаком. На телефон. Я говорю, да, я знаком. На ты перечень. Ну, мне можно. Мне можно. Тогда мне можно. Давай, и ты. И ты мне тыкай. Я не хочу, чтобы ты снимал мое служебное удостоверение. А я хочу, чтобы ты тогда снял форму и пошел домой. Потому что так будет тебе комфортнее. Может, ты что-то снимешь и хочешь. Что мне нужно снять? Не знаю, свою форму. Конечно. Что мне нужно снять? Ты мне говоришь форму, ты сними свою. Ну, ты говоришь, я не хочу, а я тебе говорю. 19-я статья Конституции Украины, 34-ка, совсем обратная говорит. Что мне запрещает не давать тебе снимать телефон? А что тебе дает право не давать мне снять? Я же тебе даю ознакомиться, правильно? Дай мне ознакомиться до полного ознакомления. Ознакомься. Я плохо запоминаю, я сейчас прочитаю и забываю. На листочке запиши. Нет, дай я ознакомиться. Будет написана жалоба. Пишите. Тебе все равно. Имейте право. Тебе все равно. Я вас ознакомлю, я ни в коем случае не предупрежу. Дай я ознакомлюсь. Ни в коем случае не предупрежу. Дай я ознакомлюсь. Я вам показываю, не на телефон. Кто у вас командир роты и кто командир батальона? Кизима, правильно батальон? Кто командир роты? Кто командир роты? Кто командир роты? Какая разница? Я командир взвода, вот можешь прочитать. Мне командир взвода не интересует, мне командир роты. На телефон будешь снимать? Вот потом вы обижаетесь, что с вами как-то плохо разговаривали. Ты всегда плохо разговариваешь. А ты не думал почему? Я тебя что чем-то обидел или еще? Так ты меня уже провоцируешь на то, что ты не даешь мне снимать. Это ты провоцируешь, не я провоцирую. Чем? Что вы как-то... И ставите на заправке, и ловите буры. Да, конечно. Не на телефон будешь ознакомиться? Нет, я с телефона буду ознакомиться. Ты мне отказываешь? На телефон отказываю. Бой жалоба написана. Хорошо. Вы у водиа спросили, вы им хотите, чтобы... Не провоцируй, эта херня не прокатит. Я тебе просто еще раз объясняю. Хорошо, не провоцируй. А то вы какие-то два борзых попались. Я, по-моему, таких еще не видел. Правильные. Правильные? Да. Ты думаешь? Да. А я думаю, нет. Мы с тобой встречались уже не один раз. Культурно или плохо? Всегда было культурно. Ну, видишь, значит сейчас почему-то не культурно. Потому что вы как последние дни стали на заправке и ждали, когда фура поедет. Вы уже с утра стоите здесь. Вы с утра уже стоите. Я не посреди... Это был твой друг, адвокат, я не знаю. Адвокат, не друг. Это было утром. Да, это было утром. Да. И что вы там за караван понасобирали? Что вы за караван? Ваша задача мне, ваш начальник сказал, что вы становитесь перед мостом с одной и другой стороны. И разворачиваете фуры. Но ни в коем случае на хвосты не падаете. Что у вас получилось только что? Ты ему постанову уже пишешь? Я с водителем общаюсь. Я с ним закинчу. Если вы фокиваете голоди плаву, вправо, да? Вам потребна помощь адвоката. Фокиваете голоди плаву, то помога потребна. То есть мы в водителе идем, а так? Да, здесь. Дай камеру. Все наша работа, все ваша работа. Так, вводим. К вам пришли. К вам пришли. Есть к нам вопросы? Да. Говорите. А зачем вы стоите и ждете, когда фуры проедут? Стоим где? Там, где мы стояли. Вот сколько мы там стояли? Послушай, если я просто мимо ехал бы, это было бы одно. А я специально встал, чтобы меня видно не было. И увидел. Сперва приус ехал, потом проходит определенное время. Проезжает 4 машины. 4 машины проезжает. И вы срываетесь, едете за фурой. И вот здесь уже включаете мигаля. Они целый день, как вы говорите. Я говорю целый день. По тебе будет написана жалоба. Понял? Если мне в мониторе не скажут, что ты сделал все правильно, я подхожу к тебе и извиняюсь. Да не надо передо мной извиняться. Я тебе еще раз. Но я же мужик. У меня есть стальные яйца. Понимаешь? А у вас их нету. Это хорошо. Понимаешь? У вас их нету. У тебя есть. А? Это хорошо, что они тебе есть. А у тебя что, их нету? Стальные, как ты говоришь. У тебя их нету, стальные? О чем разговаривать? Полемика, о чем это? Про я и с тобой будем разговаривать? Там без разницы. Ты себе позволяешь даже со мной разговаривать на ты. Ты говоришь, ты разговариваешь, и я так буду. Я это чем-то обижаю, если с тобой на ты разговариваю? Если в 1179 так написано, что ты можешь это делать. Дультуруно общаться. Какой? Ты мне уже тыкаешь. Ты мне уже тыкаешь. Понимаешь? Я не знаю. Понимаешь? Нормальные полицейские никогда не попадают в кадры. Ненормальные только попадают в кадры. Понимаешь? Если ты мазохист, мазохист, не в плане того, что там орально или морально, а в плане того, что тебе нравится, знаешь, показать, что ты полицейский, там все такое прочее. Но когда адвокат сегодня к вам подъезжал, непосредственно Шевченко, напомни, Максим, начал рассказывать, кто ты, шо ты и все такое прочее. Пересмотрите видео, нормально там общение будет. Послушай, к сожалению, адвокат не может так разговаривать, как я. Он вежливо и культурно. Вежливо культурно. Этим вы его использовали. А чем вы его использовали? Пересмотрите видео, если там хоть капля есть грубого общения. Культурное посылание, как вы говорите. Как вы говорите. Может, он обманывает? Адвокат обманывает? Адвокаты не обманывают. А адвокат? Они все цветы. Мой? Я никогда в жизни. Я не знаю, чем они, ваши линии. Манько Алексей Михайлович. Вы узнаете. Вы узнаете. Понимаешь? Ты же, ты не показал свою службу в подсвечении? Я показал. Видите ли кто? Там такого, запомни, не прописано в 18 статье в пункте 3, там не написано в 19 статье и в 34 статье Конституции не написано. Если я не прав, я понесу за это ответ. Смотри, это будет потом. Хорошо. На данный момент ты сейчас нарушаешь норму закона. Если я нарушаю, я за это отвечу. А теперь смотри, это пример к тому, что когда ты останавливаешь водителя и водитель тебе отказывается предъявлять. С какого перепела? Вы так и делаете все. Вы это кто? Ваша группа, которая состоит. Вы. Вы это кто? Вам видео. Ну, группа, которая у вас, как она называется? Какая группа? Телеграм. Ты что-то против этой группы имеешь? Нет, ни в коем случае. У вас тоже есть группа стоп-активизм. У нас? Да, у вас. У меня никакой группы нет. У меня есть служебные группы. Вот и у меня есть служебная группа, где мы помогаем людям. И на открытом. Не всегда же помогаете. А вы всегда делаете правильно? Я же не буду говорить. Я отвечаю за себя. А я как раз не могу полностью ответить за всех водителей. Ну, за кое-каких могу. Вот вам нравится, когда водитель беспомощный. Послушайте. Мне ничего не нравится. Когда водитель беспомощный, ты над ними издеваешься. Любой человек должен отстаивать свои права. Кто хочет платить... Знаешь, послушай, а знаешь, почему вы отпустили эту фуру? Вы просто не хотели долго тратить время. Потому что фура пустая. Потому что он пустой. А сколько же в нем тонн? А ну, скажи, мой друг родной. Сколько тонн? Да, сколько в нем? А я тебе скажу, в ней 16. Нету. Поспорим? Нету. Поспорим? На шо? На шо хочешь? Что в ней 16 тонн? Нет, я с техпаспортом ознакомился. Ты хочешь сказать, что в ней 10 тонн? Нет. Останавливаем сейчас любую фуру. Любую. Ну, это не Magnum, как вы выражили. Да, слушай. Это DAS. Да. Это DAS. Мы сейчас останавливаем любой DAS. Да там разные DAS. Нет. Сколько в голове веса? Голова вся одинаковая. Только разница в моторах в объеме. Я тебе не надо... Это, по-моему, 7900 или голова 7900. А хвосты, хочешь сказать, 3 тонны. Хвосты, хочешь сказать, 3 тонны. Короче, о чем разговор? Я тебе просто объясняю. Вы кирнюю ребята занимаетесь. Какой? Объясняю. Правильно было бы тогда... Когда этот мост завалится, как вы домой будете ездить? Или куда вам надо? Объясняю. Даю тебе ответ. Скажи мне, пожалуйста, после того, как ты напишешь много постановлений, что-то лучше станет? Человек в следующий раз поедет в объем. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Зачем тогда штрафовать? Человек на красный проехал. Зачем его штрафовать? Завтра опять он проедет. Правильно? А теперь я тебе даю ответ. Отвечай. А почему же вы, если вы такие умные, не стали ни здесь, ни там, перед мостом, останавливаете все форы, проходят через веса, официально? У нас весов нет, извините. Я вам говорю, как правильно должно быть, чтобы ты с себя снял всю ответственность. Это первое. Как правильно. Ты же сам работал, знаешь, как правильно. Поги. Ладно, мы это проедем, потом я тебе на досугу когда-нибудь расскажу, работал я или вообще, или имею отношение вообще к органам. Да я не согласен. Я тебе дальше рассказываю. Вот когда вы разворачивали фуры, и вас культурно посадают куда подальше, вот тогда ты с чистой совестью можешь выписать постановление. Это правильно будет, когда водитель не реагирует на вопросы полицейского. А вы скажите, кто из фур, которые здесь проезжают, кто готов, да, я согласен, пиши. Все они реагируют. Ты не понял. Вы говорите. Ты приветы мне заходы робишь. Понятное дело. По второй части. По второй части у тебя есть такие нюансы, когда у тебя есть распоряжение о том, что, блядь, сыпется мост. Ты говоришь, уважаемый водитель, если вы дальше поедете, вот, в знак стоит 10 тонн, у нас все фиксируется на видео. Мы вынуждены будем вас привлечь к ответственности. Он говорит, да мне похер, я поехал. Передаешь дальше своим напальникам и говоришь, дружище, лови видео. Останавливают, розгляд справы по 13.95. Жарили. А не так, как вы, красавцы, стоите. Жалко меня утром не было. Отвечай, я бы там бы так бы на... Ну ты понял. Пересмотри видео, если там грубили, может ты, ну, информация чуть-чуть не точная. Никто не грубил ни капельки. Велась видеофиксация с самого начала. Грубить моё... Смотри, я уже Кизиме объяснял, мы боремся за мост. Алена Олеговна конкретно мне сказала, что никто здесь постановление не пишет, только в некоторых случаях, когда не реагирует на замечания. Не знаю, не слышал такой информации. То бишь, вам дали в Козивку стоять. В Козивку никто не давал стоять. Стоять на лопате. Кто здесь стоял? Смотри, ты разницу понимаешь о том, что когда ты стоишь и разворачиваешь, на тебя, извиняюсь, не реагируют. Это одно. А когда тут никого нету, вы стоите там и все в гуртон, иди сюда. Это не сейчас. Меня просто, видишь, я в грязном даже приехал. Я бросил все свои дела, специально приехал, найти конкретно его. И спросить непосредственно в глаза. У адвоката спросите. Приезжай по чашке. Знаешь, когда у меня было раньше много времени, очень много времени, я проводил не здесь. Я проводил и выявлял других негодяев. На данный момент по мере возможностей я появляюсь. Отойди с дороги. По мере возможностей я появляюсь. Понимаешь? Да, я надо помогать людям. Но так как вы делаете, так не делает никто. Всем хорошим не будешь, правильно? Да, при чем тут всем? И я вам тоже. Одним я хороший, другой меня вообще ненавидят. Потому что обиделся, потому что мы их в суде... Дороги боги, чего обижаться? ...отшпокали. Чего обижаться? Ты же понимаешь, я за правду борюсь. Я не пытаюсь там сделать так, что слышишь, ты тут стоишь вообще незаконно. Я же еще раз перебью, извиняюсь. Какой человек хочет платить штраф? Всегда человек, если отстаивает свои права, если его незаконно останавливают, если ему выписывают незаконный штраф, кто это любит? Никто. Правильно? Знаешь, в чем между вами и нами разница? Вы полицейские, а мы обычные водители. Согласен. Мы обычные смертные, а вы нет. И мы обычные смертные. Не, вы бессмертные. Я ничего не буду... Вы бессмертные просто. Я ничего не буду отвечать, если... Вы как Кащеев бессмертный. Ваше яйцо где-то лежит, и там иголка. Понял? И как бы... Ломай ее, не ломай. Ты все равно... Защиты никакой у нас. Сам же знаю. Так жил, так и жить будешь. Сам же знаю. Я к чему тебе говорю? Что тебе проще водителя задержать, привлечь, не дай бог избить. Все такое проще. Тебе, вот конкретно на следующий день, ничего не будет. А вот водителю, за то, что он дернул тебя, за курточку, за кепку. Опа, иди сюда, пидозра уже вручай. Какая пидозра? Я что, не знаю, как твой брат страдает? От того, что бедные люди избивают, пальчики ломают. Это все пролебика, Вадим. У вас много работы, я так понял, дома, да? Я ее бросил. Я ее бросил. До вечера с вами стоять. Чтобы тебя конкретно... Ну да, я... Ну я ж понял. Я врать народа тех. Нет, не просим. Вадим, ну не обижали твоего знакомого, чьи адвоката. Не знакомого, а адвоката. Алексея Михайловича Манькова. Михайловича не обижали. Ну честно, не грубили, не тыкали. Вежливо культурно. Может ему не понравилось, что постанову выписали? Незаконную. Как незаконную? А у вас видео на тот момент было, что конкретно вот здесь, а вот здесь, а конкретно тот водитель пересек? Смотрите, там же шкаф было. Я же ему говорю, у меня видео нету. Но там стояли две машинки. И та, что машинка вторая стояла. Вот ее, если надо, видео сейчас возьмем. Он пошел в другой фуре. Мы, я говорю, виноват. Он говорит, виноват, давай я спешу. Максим, отсюда видео есть? Отсюда видео конкретно, что... Этот водитель на этой фуре проезжает. Вот под вот этот вот знак. Вот под вот этот знак. Его нету. Его нету. Этого нету, да. Незаконно. А все. Спуски есть. Видеоспуски есть. Знаешь... Ну ладно, то уже полемика, уже все прошло. Человек приездит 10 дней, захочет обжаловаться. Вот в том-то и дело. Адвокат ему оставил, по-моему, свой номер. Это в том-то и дело, что, знаешь, когда мы вас за задницу берем, по вашим нарушениям, то ваш отдел мониторинг вас пытается любой ценой покрыть. Нет, наоборот. А я говорю, да. Наоборот. А я говорю, покрываю. Отдел мониторинг покрывает. Это первый момент. Но вы не хотите нести ответственность. Вот вы не хотите. У вас есть дисциплинарность идут. Вот почему она говорит, да мне похер. Я не сказал, что мне похер. Послушай, я теперь усилия приложу для того, чтобы ты показывал в следующий раз. Если ты мне в следующий раз не подскажешь, я еще буду писать. И поверь, я уже приду и буду непосредственно задрачивать отдел мониторинга. Если мониторинг скажет, дружище, полицейский, я даже твою фамилию не знаю. Понимаешь? Я не знаю твою фамилию. Тебе еще раз показать? Я не запоминаю. Записать можешь на листочке. Я не умею писать. Я могу записать тебе на листочке. Я не умею читать. Понимаешь? Для этого у меня есть видеоаппарат, который фиксирует эту всю беду. Я сажусь, пересматриваю, нажимаю стоп-кадр и потом за меня пишут. Понимаешь? Ты отказался. Вам мужа помощь появится. Ты отказался. Скажет за тебя, что я отказался. Я не отказался. Я предъявил открыто, развернуто в виде, что оказался. Смотри. Они на телефон. Смотри. И непосредственно Шевченко Максим очень что-то забыл. Вот видишь, уже Алексей предъявил. К нему претензий нету. Тебе претензии. Были претензии к нему с самого начала, а теперь нету, да? Естественно. Она разошлась сама собой. Если ты мазохист, то все. Если тебе нравится, не можешь мне показать все. Ты не будешь показывать. Я показываю. Покажи. Я не знаю, как тебя зовут. Я не знаю твою фамилию. Я не знаю твою должность. Я и показывал, и говорил свою фамилию. Дед, ты хочешь сказать, что у меня на видео это будет видно, и у тебя на бодикамере будет видно, что ты это показал? И я ознакомился. Я показывал сторону вот так вот, чтобы вы не снимали, если на ты не нравится. Что значит сторону? Водитель тоже вот так в сторону показывает. Ты требуешь у него. Покажи. Покажи. Если я где требую. Кто если я буду требовать, кто мне покажет, требует. Если человек говорит, что тебя не нарушит. Чего? 2695 работает нормально все. То бишь, ты не будешь показывать, правильно? Я показывал. Ты не будешь показывать. Я показывал на телефон. Как твоя фамилия? Я даже не знаю. Ваш лейтенант полиции Кава Лен. Я не. А ну у тебя просроченное. Сейчас покажу, что не просроченное. Мне на телефон. Я на телефон буду фиксировать. На телефон. 34-ю статью Конституции. Возьми на засуге, почитай. Почитай ее. Я как журналист, я имею право фиксировать на фото и видео фиксацию. И к тебе претензий не будет. Если ты хочешь... У тебя есть корочка журналист. Тебе показать мою корочку? После первого раза слышал, что ты журналист. Ну, первый раз все бывает. Понимаешь? Все, до свидания. Поехали. Ну, вы, в общем, сами все увидели, как себя ведут сотрудники полиции. Я думаю, если бы я не подъехал вовремя, то водитель бы получил постановление. Но вот этот, я не знаю, Коваленко, не Коваленко, будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Ну, я так думаю. Мы напишем жалобу, и поэтому полицейскому будем работать. Непосредственно уже этот Жихарский мост в городе Харьков, ну, уже просто достал всех. Вот на вот этом участке, сзади меня, здесь должны стоять полицейские. И на той стороне, там никого нет. И они стоят на кормушке. Я бросил все свои дела. Даже не успел одеться в нормальный вид и приехать. Я приехал спасать водителей. Поэтому, друзья, если у вас есть видеообщение с полицейскими, присылайте ко мне. Я их буду опубликовывать на YouTube-канале. Также мы будем создавать непосредственно YouTube-канал для публикации ваших видео. И будем на каждого нашего героя делать ссылочку. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше. Всем удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА